друзья приветствую сегодня необычный будет ролик хотите с помощью вот такой простой бумажки покажу как же срабатывается масло просто обычная чистая бумажка погнали я взял точно такую же только заранее подготовленную бумажку посмотрите нарисовал на ней смайлик улыбающихся улыбочка почему улыбающийся потому что это у нас свежее масло с высоким щелочным числом вот я подписываю . это щелочное она же tbn total base number так это первая часть вторая часть у нас совершенно другой смайлик он уже грустный печальный почему он печальный потому что здесь у нас максимально кислотное число или по-английски это total exit number общее кислотное число вот вот эта точка максимальная теперь нам необходимо оба эти графика объединить и получаем вот такую кривую линию что соответствует обычной линии кислотно-щелочного тетрования можете погуглить но я вам ссылочку дам в описании там посмотрите так таким образом обычно в лабораториях по такому графику определяют кислотное и щелочное число значит сначала масло имеет кислотную среды а потом постепенно окисляясь окисляясь превращается в кислоту под воздействием кислорода вы знаете что горение это химическая реакция окисление вещества кислородом с выделением большого количества тепла и света так вот значит точка равновесия . эквивалентности или линия перегиба и есть у нас как баланс между кислотным и щелочным так здесь у нас кислотное 14 ph сверху 0 ph обычно изображают верх ногами ну я так уже для удобства нарисовал теперь вы понимаете необходимо нам перевернуть график нарисовать линию горизонтальную вертикальную вертикальная линия встречи этих двух кривых это кислотное и щелочное когда они равны это и есть . эквивалентности нейтральность полная а горизонтальная линия это у нас пробег в километрах вот вот так мы видим как же срабатывается масло то есть да она не срабатывается линейно но вот постепенно опускаясь и приближаясь к точке равновесия значит сработка замедляется также и после точки равновесия накопление кислоты также уменьшается так если вот считать по двум точкам то естественно с большой долей вероятности прогноз будет занижен вот если считать по здесь по двум точкам то уже как бы можно высчитать ресурс то есть ресурс можно реально высчитать более-менее если масло перекатана немного идеально то есть когда она еще не сильно вредная вот если образец меньше прогноза то с большой долей вероятности прогноз безопасно можно катать полностью понимаете потому что там еще есть запас ну и вот здесь как бы две линии я черчу это у нас скажем так максимальный вред когда кислотность нарастает уже после этой линии очень быстро а здесь также можно сказать значит максимальная как бы скажем польза до этой линии максимальная польза масло вот такой простой график сейчас я вам картиночку прикреплю сюда и в описании это будет вот все элементарно и я надеюсь понятно даже детям как срабатывается масло я тут пришлось по верху озвучивать потому что записывал на камеру и звук не очень качественный хотя у меня постоянно со звуком проблемы какие-то да значит ну вы понимаете все так поэтому в идеале конечно максимальный пробег использовать для образца для обычных масел гидрокрекинговых это где-то часов 300 для таких масел по по моднее 400 450 хотя бы вот тогда более-менее будет объективный пробег сейчас я чуть позже докажу вам это но и вот посмотрите вот это график это я взял со странички описание значит автоматического титратора для определения кислотного и щелочного числа фирмы mitsubishi gt200 ссылочка на эту страницу будет в описании вы можете открыть посмотреть какие госты посмотреть этот график описание этого титратора как он работает принцип действия такой что добавляется в щелочную среду кислота и пока не не достигнется точка равновесия так переходим ко второй части этого видео так здесь у меня есть константин из питера передал две банки свежего мобил один fs 040 европейская и американская а также значит образец отработки сейчас я сравню обе оба этих образца видите американская перелил уже в баночку чтобы удобно было потому что не помещалась и сравню ее с эталоном достаточно старым прошлогодним по моему и смотрите что получилось значит по противоизносным присадкам в европейском видите сверху написано новая европейская у нас здесь меньше противоизносных присадок меньше щелочное было 13 5 а здесь 12 9 ну и так я уже не помню по моему чуть чуть меньше кислотная меньше эталонного немножко да то есть это это мобил один но чуть-чуть опять подрезана мне кажется такое впечатление что чем чем тем тем чем свежее выпуск масла тем меньше и меньше в нем значит присадочного пакета то есть общая тенденция такая экология экология зажимает все сильнее и сильнее моющие нейтрализующие свойства масел ну а также вот в данном случае противоизносные антифрикционные они же так этот образец европейский следующий образец я убрал банку чтобы она не мешала здесь значит это сделано в сша образец вот этот баночка сейчас я подпишу новая видите сша и сравним также с эталоном 20 или 19 года так наверное 20 все таки закладываю эталон эта банка чуть поменьше здесь кварта в ней не литр американской мера объема ну и смотрим здесь у нас еще меньше противоизносных присадок на 4 процента но здесь стоит учитывать уже что здесь все таки и погрешность прибора там три процента вот но на три десятых выше щелочное и чуть-чуть вышла кислотная такое в принципе очень все похоже три десятые это в по госту щелочное три десятые это по госту входит в погрешность даже для лаборатории ну лабораторного метода там от 5 до от 5 юнота 20 процентов по щелочному по кислотному там вообще космос какой-то в лаборатории гост прописывает до 40 процентов погрешность здесь у нас было 269 в этом масле 282 то есть получается сколько у нас там разница 13 сотых ну ни о чем можно сказать в принципе масло очень похожи не вижу какую-то особой разницы скорее всего рецептура одинаковая может быть там нюансы что в европе там одна база там в америке чуть другая и поэтому уже такие расхождения далее значит образец это я давно снимал уже материала снятый лежал образец от константина infinity и x35 35 бензиновая атмосферка 302 сила вики у 35 и черт но вот пробег 211 тысяч пробег на масле почти 7 200 250 моточасов средняя скорость средний расход но и топлива так смотрите что здесь у нас показала срабатывается противоизносная присадка такого кстати в этом автомобиле я не припомню чтобы срабатывалась противоизносная и посмотрите нарастает нитрование причем достаточно высоко за 250 моточасов наросло титрование титрование я уже заговариваюсь вообще обалдеть нитрование видите почти 30 то есть это уже граница такого красного предупреждения то есть высокая мотора не хватает кислорода и начала срабатываться противоизносная присадка запас по кислотному и щелочному еще приличный это 250 моточасов значит константин откатал эти это время мы проверили это масло и решили значит я сделал прогноз и решили катать до прогноза следующий образец это будет образец который отобрали через щуп специальным насосиком американским на пробеге прогноза примерно так вот этот образец я его вначале показал а нет прошу прощения вначале я показал 250 моточасов тот же автомобиль чуть больше пробег посмотрите скорость ну все все данные здесь у нас почти 8800 и 356 моточасов так прибор здесь захотел проверить чистоту окон измерить фон там значит ну я покажу вам потом сравню два графика прогноза там прогноз был 374 моточаса после 250 поэтому откатали вот 356 понятно что на точном неудобно все таки у всех свои дела и не всегда возможно сразу подъехать и забрать но взяли на этом пробеге смотрите противоизноска продолжает падать нитрования еще больше нарастает я считаю что она тянет за собой уже щелочное посмотрите и кислотная начала нарастать и щелочное 5 и 7 запас еще здесь есть но вот по по двум параметрам масло уже себя чувствует не важно вот видите не никогда не было в этом автомобиле было значит обычно это более характерно срабатывание противоизносной присадки для turbo здесь атмосферной обычной v6 вот так что очень странная картина я удивился константин тоже удивился уже не первый раз проверяем масло из этого автомобиля далеко не первый сейчас я покажу вам что произошло с вязкостью на пробеге 256 моточасов посмотрите но mobile это просто нечто конечно 256 моточасов никаких подвижек особо есть загущение можно сказать ну там какой-то миллиметровая возможно это просто там рука дернулась или как-то само масло по себе не очень так хорошо потекло ну практически можно считать что вязкость стоит да не забывайте поставить палец подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик кто хочет получать новые видео ну и вот первый прогноз 250 моточасов десять тысяч семьсот сорок километров и 374 моточаса это на 250 прогноз и в подтверждение тезиса из начала ролика посмотрите что произошло при пробеге 356 моточасов прогноз несмотря на упавший пробег по по километражу 417 моточасов то есть просто добавилось там больше десяти процентов к ресурсу масло понимаете да замедление происходит и как бы ресурс грубо говоря продлевается скорее всего значит масло отработало бы еще больше если бы не нитрова не то есть 500 и я не знаю 550 мне кажется спокойно она могла бы от тарабанить здесь ну и вот константин снял фильтры посмотреть посмотрите в каком они состоянии непонятно это оригинальные фильтры nissan отработавшие 256 моточасов я не понимаю почему их повело просто вот вот видите nissan и один да здесь подписано nissan так и в общем то нельзя сказать что они убиты и по по состоянию прям такие уж в дым но видно что они поработали и их повело мне кажется возможно что здесь какая-то бумага может быть это не оригинальный поддельный фильтр и значит они подзабились сопротивление увеличилось и разрежением мотора начала их уже корежит но по крайней мере у меня такая идея да видите с той стороны не просыпается здесь у нас есть песочек жалко не хватило его чтобы поставить елку на новый год ну хоть что-то вот такая картина очень любопытная напишите кто что думает кто увидел вот такую картину кривого косого фильтра он будет очень интересно ну и отсюда вот я считаю что это причина те трава не трава не и скорее всего все таки попадает мелкая пыль и значит раз так он тянет его корежит фильтром мотор и это же причина срабатывания антифрикционной противоизносной присадки то есть больше попадает песка она там какие-то деструктивную функцию выполняет это пыль вот и на нее грубо говоря наверно расходуется противоизносная присадка но это так мое предположение не знаю по крайней мере я вам озвучиваю то что вижу ту картину которая присутствует то есть однозначно что противоизносная присадка срабатывается видно она падает от теста к тесту вот и не трава не нарастает то есть не трава не это скорее всего связано с этим фильтром противоизносная это уже вследствие попадания кремния масло вот такие такой получился ролик я думаю что многим был он интересен благодарю константина за предоставленные образцы и поддержку канала всех кто посмотрел данные видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока